Прокуратура почему-то, непонятно почему, возгласила уголовное дело по статье 293, части 1, халатность, хотя так явно просматривается, но во всяком случае сейчас в ходе следствия просматривается злой мысль, явный умысел. Потому что статья предусматривает трехгодичный срок давности, то есть срок действия этой статьи истекает, поэтому возникает вопрос, почему именно по этой статье было возбуждено уголовное дело решения человека. Сразу мне при точке расстройства прокуратура дела не возбуждает, у нас возбуждают органы расследования, прокуратура подвергает закон, то есть то, что прокуратура возбудила, неправильно, и не возбуждает дела. Дело сейчас рассматривается в суде, срок давности действительно, мы провели здесь 293, срок преступления, сроки большого тяжести, срок давности составляет 3 года. Значит, в тот момент расследования шли к выводу, что у него содержится какой-то состав, но он поступал в прокуратуру на изучение, прокуратура, значит, согласилась с принятым решением. Поверьте мне, если к тому смотреть признаки, как говорится, 285, я говорю, согласову употреблению, говорите? Ну, сейчас администрация выступает с инициативой переквалифицировать статью на 286, потому что 293, но администрация, так как она пострадавшая сторона, потерпевшая сторона, там размер ущерба было на 17 рублей, требует переквалификации, прокуратура почему-то эту позицию администрации не поддерживает. Уголовное дело поступало в прокуратуру города. Изначально на момент поступления мной лично уголовное дело было изучено. Признак статей 285 и 286 в уголовном деле не имеется, в связи с чем оснований для возвращения уголовного дела в органы предварительного расследования для дополнительного следствия и переперевления обвинения не имелось. В настоящее время, да, действительно, администрация является потерпевшим, а они заражают против прекращения уголовного дела. В настоящее время уголовное дело также рассматривается в районном суде. Решение не принято. Ходатство о перепвалификации, соответственно, судом также будет рассмотрено и будет дана соответствующая юридическая оценка. То есть, скорее всего, по данному делу в ходе расследования не было установлено корыстные заинтересователи. Эти корыстные заинтересователи у нас должно быть установлено, что тот или иной чиновник получил какой-либо денежные сопередошли, недвижимые материальные дела, поскольку на последовательном номинаре установлено не было, то есть, что тот или иной чиновник получил какой-либо денежные сопередошли. Потому что, сами поймете, что следователь у нас исходит из того, что и в долгах, какие в долгах и в долгах и в расслаблении. Идёмся.